здравствуйте следующая наша лекция на тему закон ома для переменного тока ребята мы уже с вами знаем формировал формировку закон ома для цепи постоянного тока которая гласит что ток такой цепи прямо пропорционален напряжению на элементе цепи и обратно пропорционален сопротивлению этого элемента постоянному току протекающему через него то есть а и равно у на r однако при изучении теперь переменного тока стало известно что оказывается кроме элементов теперь с активным сопротивлением есть элементы теперь стык на так называемым реактивным сопротивлением то есть индуктивности и юмкости это имеется ввиду катушки и конденсаторы после открытия 1831 году парадеем электромагнитной индукции появились первые генераторы постоянного а после и переменного тока преимущество вот последних заключается после переменного тока заключается в том что переменный ток передается потребителю с меньшими потерями теперь содержащий только активное сопротивление фаза тока всегда совпадает с фазой напряжения это можно выйти тут на рисунке 1 у нас звук фаз тока и напряжения теперь с чистым активным сопротивление равно нулю на первом рисунке изображен напряжение и ток теперь с чисто активным сопротивлением звук фаз между токами и напряжения график только вот красным советом обозначен график напряжения синим да если вы заметили то есть звук фаз между токами напряжения тебе перемена тока с чисто активным сопротивлением всегда равен нулю отсюда следует и что углу между радиус вектором и тока напряжения также равен нулю тогда падение напряжения на активном сопротивлении определяется вот по такой формуле у r равно и на r где у напряжение на лимит и цепи и ток через элемент цепи протекающий а р активное сопротивление элемента формула 1 применима как для амплитудных и так и для эффективных значений тока и напряжения то есть у м равно и м на r где у м амплитудное значение напряжение напряжение на элементе цепи и n амплитудное значение тока через элемент цепи а р активное сопротивление элемента цепи содержащие чисто реактивное сопротивление индуктивное или емкостное фазы тока и напряжения звенутый друг относительно друга на четверть периода причем чисто индуктивные цепи только остает отстает от фазы напряжения а чисто емкостной цепи фаза тока опережает фазу напряжения вот то что мы сказали можно увидеть на этом рисунке на втором рисунке изображены напряжение и ток цепи с чисто индуктивным сопротивлением фаза тока отстает от фазы напряжение как вы видите на 90 градусов на диаграмме обозначается вот так вот а тут мы заметили что фаза здесь света равна нулю да фи равна нулю подписываем 3 потому что мы говорили еще вот если вы заметили вот напряжение синим цветом ток красным цветом здесь напряжение ток цепи с чисто емкостным сопротивлением фаза тока опережает фазу напряжение на угол 90 градусов на 90 градусов видите да тут отстает напряжение а тут опережает отсюда следует что чисто реактивной цепи угол между радиус векторами тока и напряжение всегда равен 90 градусов причем чисто индуктивной цепи радиус вектор тока при вращении движется позади радиуса вектора напряжения а чисто емкостной цепи он движется впереди радиус вектор напряжения падение напряжения на индуктивным емкостном сопротивления определяется соответственно по формулам у л равно и на омега третий формула у ц равно ой и и она на омега c то есть это падение напряжения на индуктивном вот третье формула сопротивление а четвертая формула падение напряжения емкостном сопротивление где у л падение напряжения напряжения на чистое индуктивном сопротивление а у ц падение напряжения на чисто емкостном сопротивлении а и мы знаем что это значение только через реактивное сопротивление л индуктивность реактивного элемента c емкость реактивного элемента омега это у нас циклическая частота эти формулы применимы как для амплитудных так и для эффективных значений тока и напряжения синусоидной формы однако здесь следует отметить что они ни в коем случае не применимы для мгновенных значений тока и напряжения а также и для несимусоидных ток приведенные выше формулы являются частными случаями закона ома для переменного тока следовательно полный закон ома для переменного тока будет иметь вид вот как вот на пятом форме то есть и равно у на z так z у нас это полное сопротивление теперь переменного тока теперь остается только вычислить полное сопротивление z оно зависит непосредственно от какие активные и реактивные элементы присутствуют цепи и как они соединены давайте рассмотрим закон ома для различных типовых цепей переменного тока вот у нас на решенном четвертом приведем такой цепь здесь присутствует что присутствует у нас сопротивление катушки индуктивности то есть давайте выясним как будет выглядеть закон ома для цепи переменного тока состоящий из активного и индуктивного и индуктивного сопротивления соединенных последовательно да вот закон ома для переменного синусоидального тока в случае последовательного соединения активное индуктивное сопротивление выражается следующая формула и равно у на z равно у деленное на r квадрате плюс омега л квадрате где эффективное значение силы тока а и вот это определяется вампера эффективное значение напряжения вот у вольта и r у нас активное сопротивление в омах омега умножим на l это индуктивное сопротивление формула вот шестая формула вот будет также действительное если мне ее подставить амплитудные значения тока и напряжения цепи изображены на рисунке 5 это у нас соединение последовательно активное и емкостное сопротивление то есть в этой схеме у нас присутствует сопротивление и конденсатор то есть резистор и конденсатор цепь переменного тока с последовательным соединением активного и емкостного сопротивления закон ома для такой цепи принимает вот такой вид то есть и у нас z равно уделено на корень квадрат r квадрате плюс 1 деленное на омега c в квадрате в общем случае когда цепь содержит все три вида сопротивления то есть вот на рисунке 6 обратите внимание здесь присутствует все три элемента резистор катушка индуктивности и конденсатор вот то есть цепь переменного тока с последовательными соединениями активного индуктивного и емкостного сопротивления закон ома при последовательном соединении активного индуктивного и емкостного сопротивления будут выглядеть так то есть и равно у на z это равно у деленное на r квадрате корень квадрате под корнем r квадрате плюс омега r минус 1 деленное на омега c в квадрате где и у нас сила тока во-первых у напряжения вольтах r активное сопротивление в омах определяется омега л это индуктивное сопротивление омах 1 деленное на омега c это емкостное сопротивление тоже в омах формула 8 верна только для эффективных и амплитудных значений синусоидального и тока напряжения для того чтобы определить ток цепях с параллельным соединением элементов то есть сейчас будет рисунок 7 параллельно соединенных с параллельным соединенным элементом то необходимо также вычислить полное сопротивление цепей как это делать можно просмотреть здесь затем подставить значение полного сопротивление общее форму для закона ома у нас пятая форма была на верху да то есть вот это рисунок это у нас полное сопротивление цепи при параллельном соединении активного и активного элементов то есть вот в случае а параллельно соединения индуктивного и активного сопротивления вот б параллельное соединение активного и инкустного сопротивления то же самое касается и вычисления только в колебательном контуре изображенном на рисунке вот 8 здесь у нас эквивалентная схема колебательного контура вот колебательный контур как мы знаем по физике да состоит если цепь состоит из конденсатора с резистора и индуктивной катушкой то этот цепь называется колебательным контуром таким образом закон ома для переменного тока можно сформировать следующим образом значение тока цепи переменного тока прямо пропорционально напряжению цепи или на участке цепи и обратно пропорционально полному сопротивлению цепи или участка цепи то есть вот полное сопротивление это у нас Z и равно у нас Z в общем случае после сопротивления полное сопротивление цепи переменного тока на 79 сейчас ниже будет состоит из активного индуктивного и емкостного сопротивления иными словами ток цепи переменного тока зависит не только от активного хомического сопротивления но и от величины емкости и индуктивности полное сопротивление цепи переменного тока можно вычислить по формуле вот Z равно это у нас полное сопротивление корень квадрата R квадрат плюс XL минус XC где мы наверху обозначили UL, UC тут видите мы можем и обозначить иногда XL, XC где XL у нас индуктивное сопротивление оказываемое переменному току обусловлено индуктивностью электрической цепи создается катушкой XC то есть у нас это емкостное сопротивление создается конденсатором полное сопротивление цепи переменного тока можно изобразить графически как гипотенузу прямовольного треугольника у которого катетями являются активное и индуктивное сопротивление то есть полеугольное сопротивление учитывая последнее равенство запишем формулу закона Орма для переменного тока то есть мы до этого рассматривали формулы выводятся с этого треугольника то есть типа гипотенуза у нас Z и M равно UM на R в квадрате плюс Омега M минус 1 на Омега С в квадрате это ампулятивное значение силы тока вот у нас вот схема последовательная гипотенуза состоит так иначе мы можем эту цепь называть колебательный контур из опыта можно определить что в такой цепи колебания тока и напряжение не совпадает по фазе а разность фаз между этими величинами зависит от индуктивности катушки и емкостного конденсатора то есть O равно UM нужно синус омега T и равно синус омега T плюс фи давайте это приведем на примере то есть пусть у нас будет такая задача цепь переменного тока состоит из последовательных соединенных конденсатора катушки индуктивности и активного сопротивления на задержимой цепи подается действующее напряжение частота которого N нам нужно найти чему равно действующее значение цепи то есть у нас дано будем читать дано емкость L катушки индуктивности R U и N найти ток то есть у нас выглядит примерно такая цепь подается напряжение в цепи присутствует резистор конденсатор катушки индуктивности нам нужно найти ток через эту цепь то есть мы мы до этого рассматривали и воспользуемся формулой закон Ома для переменного тока запишем в таком виде и M равно U на полное сопротивление то есть корень квадрате R квадрате плюс омега минус 1 омега цепь в квадрате где вот омега у нас это 2 пи ню равняется да а определенное значение всего тока связано с действующим значением в таких соотношениях мы тоже до этого рассматривали и m равно и m на корень квадрате 2 откуда и m и умножим на корень квадрате 2 то же самое U равно Um на корень квадрате 2 откуда U аналогично для напряжения да подставим все это первую формулу когда у нас получается и равно вместо U мы подставим это значение то есть корень квадрата 2 умножим U а место Z то есть полное сопротивление подставляем значение вот это так корень квадрата умножим корень квадрата n квадрата плюс ω n квадрате дальше переделаем эту формулу то есть здесь 2 корень квадрата сокращается остается у нас вот такое выражение и теперь ω у нас по условию задачи не дано зато дано у нас частота поэтому ω мы знаем чему равен это 2p на n подставляем сюда значение получается такое выражение то есть ответ ток равен у деленное на n квадрате l квадрата 2p на l минус 1 деленное на 2 n s c то есть мы привели пример как найти ток переменный ток цепи да 2п на до 1 до до до